Сегодня я хочу поговорить о переменах, которые давно назрели в РосХВЕ, но на пути которых стоит начальствующий епископ Сергей Риховский. Для того, чтобы осуществить качественные изменения в протестантском христианском сегменте, Сергей Риховский должен освободить пространство РосХВЕ, которое захватил и удерживает на протяжении последних 20 лет. Свободные выборы главы Союза позволят освободить энергию новых молодых лидеров, лидеров, не запятнанных оправданием убийств, каким-то ему только понятным мотивом любви. Этот любовный порыв стал причиной гибели многих ни в чем не повинных мирных граждан Украины. Деноцификация – это культурный, а не военный процесс. Подводить под потребности политиков слова Библии – это кощунство и лицемерие. Даже жертву за други вы подменили убийством за други своя. Ведь Христос говорил о жертвующих свою жизнь, а не отбирающих чужую. В этом проявляется любовь. Давить танками и сжигать города – это не любовь. И она не может быть во имя добра. Да, Сергей Риховский духовно обанкротил себя и не может оставаться символом евангельского движения России. Вот почему я говорю, что Сергей Риховский должен уйти. Я буду молиться искренне за спасение его души и покаяние, но оставаться лидером, дискредитирующим христиан он, на мой взгляд, больше не может. Я представляю сегодня совместный командный труд. Это позиция в отношении внутреннего устройства, союза, христиан, братства христиан, взаимоотношения с властью и решения международных вопросов, которые будут реализованы после ухода Сергея Риховского. Я хочу представить вам программу моей команды. Пять шагов преображения РосХВЕ. Первое. Мы должны будем делать личный выбор, голосуя непосредственно, понимая репутационные последствия своего решения. Сейчас это право мы отдали главам ассоциаций. Они голосуют на выборах начальствующего епископа пакетно. Второе. Мы должны организовать и поддержать внутрисоюзные дискуссии и вести внешний межконфессиональный диалог. Мнение каждого нужно слышать и понимать. Третье. Мы должны пересмотреть условия и формат взаимодействия с властью, от обслуживания к партнерству в социальных проектах и работе с подрастающим поколением. Четвертое. Мы должны достойно и уважительно ко всем странам представлять Россию в международном пространстве взаимодействия. У России могут и должны быть свои национальные интересы, но не имперского покроя. Пятое. Мы, российские христиане, понимаем, что национального христианства не бывает, но есть национальные интересы. Христианство – это только покров для миролюбивого и конструктивного международного сотрудничества. Наш путь на восстановление утраченного начинается с построения отношений друг с другом. Вначале отношения, а потом решения. Благослови всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok